Всем привет, с вами Тимпас, и мы продолжаем проходить игру Kingdom New Lands. И сегодня на очередь третий остров по счету, и давайте мы на него попадем. В принципе, игра достаточно однообразная в плане геймплея. То есть нужно строить замок, находить бомжей, нанимать охотников. В принципе, все достаточно однообразно, но тем не менее, каждый уровень по-своему уникален и интересен. Призрак говорит нам, приди. Я не знаю, что он имеет в виду. На этом острове у нас уже есть, помимо рабочих крестьян, помимо охотников, у нас есть рыцари. То есть это несомненный плюс. Только вот я чуть не понимаю, а где, собственно, лагерь. Может, идем-идем? Так, свалите нахрен. Ага, корабль далеко от лагеря. Это нехорошо. Мы же правильно идем? Ну, призрак, по идее, нас должен везти по нужному пути. У нас четыре охотника, если я правильно понимаю. Или трое. Да, четыре охотника. Лучники. Рыцарские. Два рыцаря. Так, все, мы построили. Теперь надо быстренько-быстренько развиваться. Построим здесь укрепление. Построим здесь укрепление. И надо начинать сразу вырубку лесов, чтобы начали спавниться кролики. Охотников чуть позже наймем. Так. Тут, в принципе, главное одно дерево оставить. Вот. Ну, потом еще одно срубим. Так, давай поскачем пока на левую часть. Эта штука строится. Закажем здесь луков. Вот так. Надо, чтобы мне кто-то монеток дал. А, по-моему, там с левой части монетки были. Я не помню. По-моему, рыцарь, он собирает эти монетки. И это нехорошо. Потому что он их потом обратно не отдает. Так, без монет в лес я бежать не буду. Потому что один удар монстра и корона слетит. А уже закат. Поэтому ну нафиг. Так, отдай. Give me money. Так. Два бомжа превратились в рабочих. Берите луки, будете охотниками. Так, надо, чтобы мне кто-то скинул золотишко. О! Благодарство. Надо стенку построить слева. В первую ночь, конечно, ничего сверх такого не будет. Но лучше укрепиться. Так, здесь мы... Что у нас? Ага, руины. Ну, понятно. В принципе, можно рубить. Я руинами не пользуюсь. У нас третий остров. Значит, у нас будет красная луна. На пятый ход, если не ошибаюсь. Значит, у нас будут монстры большие. То есть, эти гиганты к нам будут приходить. И летучие, и летучие твари тоже приползать будут. Ну и нам нужно определиться, с какой стороны находится у нас причал. Это важно. Если я правильно помню по описанию, то это можно определить по направлению кормы корабля. То есть, куда корабль направлен, туда, и, собственно, он будет плыть. Так, у нас три рабочих. Ну, наймем еще одного, когда появится. Эта ночь прошла, судя по всему, без атак вражеских. Мне что-то без золота не хочется в лес идти. Мало ли, что там будет. Дайте кто-нибудь золото. О, одна монета. Не густ, а ну ладно. Ну что, рискнем с одной монетой побежать в лес днем. По идее, ничего не может произойти. По идее. Ну, если произойдет, то, ну, мне придется без рыцарей, без какой-либо помощи начинать этот уровень заново. Почему лошадь устала так быстро? Ладно, стой, отдышись. Коняка. Давай уже. Ну, хорош. Все. Скачем. О, это я помню. А что здесь будет? По-моему, здесь можно бросить монетку, и появится собака. Давайте бросим. Теперь у нас есть пес. Я не знаю, зачем. По-моему, это бессмысленно. Отлично. И здесь лагерь. Блин. А монеток больше нет. Грусть, печаль. А ну, пробежим еще чуть левее. Возможно, мы или наткнемся сейчас на портал вражеский, или на сундук. Отлично. Отлично. Ну, дальше, по идее, должен быть портал. Так, сколько он стоит? Ладно, давай мы тебе купим. Так. Еще день. Все нормально. По идее, корабль налево должен идти. Все, я понял. До свидания. Пожуй травы и бежим. Не хочешь? Ну ладно, только просто бежим. У нас, мы обновили эту хреновину с дерева до камня. Теперь мы можем максимальный уровень нашего цитадели делать. Нашего замка. Так, заплатим этому бомжу. Пусть тоже идет к нам. Нам люди нужны. Вот эта собака, которую я спас якобы из-под камня, она по идее начинает лаять, с какой стороны идет атака. Но я, честно говоря, смысла никакого не вижу. Ну, то есть, по-моему, атака с обеих сторон идет обычно. Так, один молоток. Теревянный чистокол. А, здесь два бомжа. Денег нет. Значит, направо мы... Здесь мы ферм построить не можем. Еще одно дерево срубим. И направо мы не будем двигаться. А налево будем... Налево есть еще куда. Рубить деревья. Надо бы построить катапульту. Для этого нужно обновить еще раз наш замок. Враги будут нападать, я не понимаю. Так. Ну, по идее, если... Ага, враги могли бы напасть. Если их там было две штуки, допустим, то они могли просто сожрать ребят, которых я посылал. Ну, которых я покупал бомжей. Так, по идее, уже день. Да. Да, так и произошло. Вот первый товарищ. А второй где? Это он. Хочу это дерево срубить. Так. Если делать фермы, то перестанут спавниться кролики. А мне нужны кролики. Наверное. Потому что ферма далеко. Так, деревья начинают исчезать. Значит, я могу срубить это дерево. Нет, еще не могу. Почему? Так. Вижу. Рубим. Ну, дальше не будем. Нам хватит этой территории. Ну вот. Лошадь устала. Расположение просто замечательное. На третьем острове нам просто, ну, нереально повезло. Потому что и слева лагерь этих бомжей недалеко, и справа. То есть, это просто шикарно. Поэтому, думаю, мы быстро затащим эту катку. Людей у нас будет всегда много. Так, здесь мы первое дерево срубим только. Вот и корабль. Куда он направлен? Направо? Так, вот с этим надо будет разобраться. Потому что я не хочу много рыцарей нанимать. Смысла никакого нет. Так, лук, лук. Ага, значит, два. Два ремонтника. Отлично. Ну, куда ты идешь? Где наши бомжи? Одно! О! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вышки имеет смысл строить для того, чтобы лучники не уходили с территории далеко. Но они нужны, когда, допустим, у тебя мало лучников, но нужно заказывать рыцарей. И ты понимаешь, что если, допустим, на левый фланг ты закажешь двух рыцарей, которые заберут каждый по четыре лучника себе в отряд, то на правом фланге вообще никого не окажется. В этом смысле имеет строить башню последнего уровня, чтобы на ней сидело три лучника, потому что они никуда не уйдут в любом случае. Так, спавнятся ли здесь кролики? Спавнятся. Просто по идее мне понадобится... Ага, снова двое. По идее мне понадобится вторая линия укреплений в правой части. Просто если я здесь поставлю забор, то кролики справа исчезнут. Их здесь, правда, и так немного. Просто с левой части это вынужденная мера, потому что тут стоит завод для катапульт. И катапульта здесь появляется, она назад не откатывается. То есть если я здесь не построю забор, то ребята просто уничтожат мою катапульту. А с правой стороны такой необходимости явной нет. Наверное, все-таки вторую линию обороны мы построим. Я так думаю. Продолжение следует... Ну, конечно, расположение этих бомжей, ну, очень удобно. То есть прям совсем под боком. Чувствую, у нас будет такая ситуация, что людей будет много, а денег будет мало, потому что лагерей хоть и близко, но мало места для охоты кроликам. Точнее, охотникам за кроликами. Оготникам за кроликами. Я вот думаю ферму построить, на самом деле. Потому что на одной ферме может работать 4 крестьянина. Ближайшая ферма у нас будет вот здесь. Ну, даже не знаю. Возможно, нам она понадобится. Давайте я ее построю. А там, может, будет фида, скорее всего. А, ну если я ее... Да, я все. Тут уже эти кусты кроликов исчезнут, раз я начал строительство. Вот, я все. Продолжение следует... Продолжение следует... По идее, уже все. Вот. И мне надо будет сейчас получить денег от охотников, чтобы нанять крестьян. Продолжение следует... Интересно, успели ли... Нет, с левой части ребята не успели дойти. Вон они. Чуть-чуть не успели. Продолжение следует... Ага. Вот одного крестьянина я нанял. Так, по идее, у тебя же есть? А, еще не день, поэтому он стоит на месте. По идее, вот ферма у него есть. Ну да. Здесь могут уже работать 4 крестьянина на таком участке. Теперь наша задача следующая. Накопить денег и построить корабль. После чего мы модернизируем наш замок, чтобы нанять еще одного рыцаря. Вот только я не знаю, на какую сторону. Налево или направо. Если я не ошибаюсь, то четверо могут работать на ферме людей. Там в зависимости, сколько территорий есть рядом. То есть, если, допустим, ферма рядом с мостом, то может быть и меньше. Возможно, здесь просто двое не поместятся. Не знаю. Почему... А, вот, все, фермер прошел, работает. Значит, этим утром, точнее, этой ночью, я получу деньги с правой части, потом с левой и побегу налево, найму двух рабочих. После чего побегу направо, найму одного рабочего и закажу, ну, сколько, сколько хватит денег, серпов. Ну, пока ждем. Пока ждем. Потом нужно будет накопить денег для строительства корабля. 10 монет. Это на первый этап. Потом, конечно, нужно будет мешка 2 золота потратить. Вот для этого мне крестьяне понадобятся, фермеры. Так, лучников уже до хрена. Музон такой, как будто бы сейчас выйдет Красная Луна. Так, походу, она и выходит. Так, и что нам ждать от этого? Немного напрягает. Ну, Красная Луна, это не вечная ночь, поэтому можно пережить. Если вообще-то хоть кто-то появится. Кто-то появится. Видимо, нет. Так, слева нанял, теперь бежим направо. Нанимаем справа одного бомжа. И будем сейчас клепать фермеров. Так. Тут у нас только один. Так, сколько у нас луков? Один лук, то есть один челчок слева, придет за серпом и один справа. Значит, нам нужно два серпа. Давай-ка я сейчас сбегаю к кораблю как раз. Время, в принципе, есть. Еще один товарищ. Нет, следующим утром побегу. Жуй траву. Бежим. Вот, и еще один серп, и нормально будет. Так. Походу, все-таки не получится. Потому что фермеры очень-очень долго идут. Уже день заканчивается, он только на ферму пришел. Сейчас будет закат, и ему еще надо назад возвращаться. Хрен он знает. Куда он идет? А, засеивает другое поле. Я понял. Так, уже вечер-то. Короче, походу я тупанул, и мои все фермеры поумирают. Только если он бегать не умеет. А, нет. Может бежать. Интересно, успеет. Ну, впритык. Мне кажется. Нет. 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 Ну, теперь можно и корабль построить, который далеко почему-то от нас находится. Он направлен налево. Правильно же? Ну да. Ну, сейчас мы его строить не будем, поскольку это бессмысленно. Монет мало. Ненужная трата времени. Лучше эти монеты сейчас в банк вложить под проценты. Да не знаю, мне нужны еще лучники. Может работников заказать. Давай еще двух работников закажу. Про запас. Где фермеры? Фермеров не вижу. Фермеры. Фермеры. Нет. 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 Конечно, они уже не успеют дойти, но какой-то путь пройдут. Ну, давай тогда оставшиеся деньги отдадим банкиру, он, когда у него их будет 10 в кармане, бросит их в банк, у меня, походу, меньше, ага, один фермер лишний оказался, то есть, понятно, понятно. Учитывая, что у меня сейчас мало денег, мне еще так кажется, что прохождение может затянуться. Надежда на фермеров. Да, лучники, что-то совсем мало денег приносят мне. Ну, а фермера еще рано, там еще пшеница не взошла, так сказать. Ну, пока этих монстров мало, бояться они не о чем. Мне кажется, что достаточно уже строить, покупать этих бомжей, нужно деньги уже копить начать. И что-то я думаю, что нужно ферму ставить, потому что кроликов совсем мало. Хотя, хотя. Если я не ошибаюсь, для того, чтобы фермеры возрастили пшеницу, им нужно двое суток. Вот, здесь уже начинает прорастать какая-то пшеница, скоро они принесут урожай. Сколько она приносится, я не помню. Так, где товарищ казначей? Дадим ему еще денег, чтобы он их в банк положил. Что-то он их в банк не кладет, бесит. Не могу удержаться, когда бомжи стоят, хочется их нанять. Кстати, если мне бомжи не нужны, то можно рубить лес. Точно, точно. Потому что мне нужны деньги сейчас. Это будет правильным решением. Следующим утром рублю лес. Если что, то в левой части есть лагерь один, куда буду бегать. Если вдруг будет мало мне этих охотников. Хотя, по-моему, их до хрена. Ну да, вон как они решили. Поскольку здесь мост рядом с правой частью, они, ну, нихрена не делают фермеры. Они налево решили все косить. Четвертый фермер тоже пришел. Слушай, может, я их много заказал? У меня пяти... Не пять фермеров случайно. Нет, не пять. Ждем возвращения охотников. Собираем с них дань. И следующим утром скачем направо рубить лес. Чтобы начали появляться кусты кроликов. Потому что лагерь мне уже не нужен. Людей у меня уже очень много. Для того, чтобы пройти эту игру. По крайней мере, этот остров. Мне нужны сейчас деньги. Причем нужно торопиться, потому что... Кролики, чем ближе к зиме, тем их меньше. Так. Фермеров вы успеете? Их трое или четверо было? Вот, блин. Последний вас едят сейчас. Нет, успел. Эти деревья я не могу пока рубить. Эти деревья. Сейчас должен, по идее, пропасть в лагерь, да, все, пропал. Продолжение следует... Продолжение следует... Давай последнее дерево срублю, если успею. Все, вплоть до корабля деревья срублены. Можно будет, в принципе, и дальше пойти. Все, работники, возвращайтесь. Сейчас должны начать появляться кусты. О, отлично. Хорошо. Хорошо. Так, работник, блин. Давай, по фасту. Иди уже. Ух ты, ёптель. Вот, гадай, одного работника они сожрали. Ироды. Сожрали и мало того кого забрали. Фермеры, вы мне дать ничего не хотите? Нет, видимо, еще не взошла пшеница. Хорошо. 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 Поедим. Хорошо. Поедим. Какой-то кэш я уже вижу в казне, пусть лежит. Еще пойдем порубим сейчас деревья. Хотя тут еще даже не начали расти кусты, не далеко наверно. Теперь точно достаточно, дальше это будет уже очень далеко. Вот мы направо не бегали, понятно, понятно. Успеют наши строители добежать сюда и обратно, но учитывая, что их трое, в принципе, 7 деревьев не так много. Так. 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 Все, беги домой, быстрее, быстрее. Блин, походу я трех строителей просрал. Зато вот деньги начали приносить к нее. Да, походу просрал. А, я не то сделал. А, я не то сделал. Так, где работники? Они их похитили, что ли? Непонятно. Так, где работники? Так, где работники? Ну, когда уже оно созреет? Очень долго. А фермеры только идут. Поехали. 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 как много денег где мой банкир срочно срочно стену 3 уровня нет ни сюда да правильно правильно поступили что срубили деле дерево и тем самым уничтожили лагерь бомжей теперь у нас есть доступ к большим степям кроликов очень много кроликов так пока нет пока не буду вот сейчас я построю так у нас полный кошель золота что у нас там с кораблем точнее с рабочими следующим утром нужно в срочном порядке строить корабль золото уже некуда брать не успею казначевию деньги отдать так корабль будет плыть налево значит нам нужно расчистить левую часть строим каменную крепость нет не надо все казначей спрятался теперь нам нужно нанять двух рыцарей проблема в том что у меня здесь уже стоит два молотка то есть ребята которые будут идти с левого края они вначале возьмут молотки себе поэтому мне нужно будет 4 заказать жаль их нельзя отменить проблема побежали за этими ребятами дадим им золотишко жуй траву почему их трое я что-то не понимаю бежим к замку так товарищ козначей выходите хотя давайте наверно корабль достроим нет-нет-нет-нет-нет-нет бабки закончились но их можно еще получить пока тут строитель будет устроить нужно собрать деньги у охотников типа нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет это было очень Продолжение следует... Так, где рабочие? Ну, этим днём мы не успели ни хрена сделать. Надеюсь, рабочие успеют вернуться. Да, корабль ещё строить и строить. Да, бегите уже. Так, бежать, бежать. Ну, беги ты, долбаный ты строитель, мать твоя. Или всё уже? Всё, волна закончилась. Возвращайтесь. Неплохо. У вас что-то есть? Блин, надо бы на левый край как-нибудь сбегать. Может, у фермеров уже что-то есть? Ребят, бабки есть? Чё, всё? Где ещё охотники? Ни хрена. Чё их так мало? Ну, ладно. А, я понял, чё их так мало. Я же рыцарей заказал, мать их так. И нерабочие обратно. Или не? Ладно, следующим утром, короче, достраиваем, значит. Па-па-па. Ну, в этой серии должна быть типичная заруба. По той причине, что... Так, где монетки? А, ладно, пусть дикари их забирают себе. По той причине, что мы будем атаковать по левой стороне портал. Мы уничтожим. После этого начнётся красная луна. И попрёт всякая мерзота со всех сторон. Я, когда проходил эту игру в прошлый раз, был один раз, когда эти монстры, короче, дошли не то чтобы даже до первого кольца, не до этой стены. Мне пришлось вообще из замка убегать, потому что они всё уничтожили нахер. То есть, как бы, не стоит их недооценивать. Это серьёзные ребята. Так, давайте здесь построим... Перед тем, как посылать рыцарей по левому флангу, нужно построить на правом фланге трёхэтажную башню. Так, строитель, мать твою, давай. Гоу-гоу-гоу. Блин. Кого это они? Есть ещё кто? Потерявшийся. Так. Блядь. Не получилось. Ещё бабки нужны. Лучше, конечно, вечером. Собирать удобней. Ещё вечер ждать надо будет. Так. Давай-ка мы ещё двух ребят возьмём. В данной ситуации лишними не будут. Надо справа башню построить до третьего уровня. Она сейчас на втором. Ну, имею в виду, там сейчас два лучника, надо, чтобы было три. В этой игре ещё есть хижины с разными перками. Точнее, с разными персонажами, которые обладают разными скиллами. Они могут заметно усилить эти башни. Например, я находил одного персонажа, который на башню ставит катапульту. Вот это реально мощная штука. Так. Ну, в принципе, можно отправлять группу на уничтожение портала слева. Ну, следующим утром, понятное дело. У меня здесь получается три рыцаря. У каждого по четыре лучника. То есть, 12 рыцарей, 12 лучников и 3 рыцаря. Я думаю, этого более чем достаточно для похода. И мне нужно будет 12 монет. То есть, на каждого рыцаря по четыре. Ну, я думаю, сейчас вечером все ребята вернутся, включая фермеров, и дадут мне какой-то кэш. Ну, кэш. Кэш. Где кэш? Ребят, вы чё? Вы чё? Алло. Так, ну, может, эти дадут? О. Замечательно. Первый. Второй. Третий. Ну, четвёртый, давай. Блин. Никто не дал денег, охренеть. Почему? Так, ну, надежда, значит, на вот этих. Дадить чё? О, отлично. Отлично. Так, всё. Бежим налево, посылаем в атаку. Раз, два, три. Всё. Все посланы. Блин, а как бы мне... Монет себе ни хрена не оставил. Так. Чувак, давай деньги. Благодарствую. Мой неприкосновенный запас. Рыцарей можно, в принципе, не охранять. Трёх рыцарей больше... Более чем достаточно для захвата, для уничтожения портала. Это прям сто процентов. Отлично. Эт業. Эт19. Эт Son. Как был? Этнг. Эиля. Эта. Я сламена. Эта. 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 В принципе, тут делать нечего пока, поэтому можно пробежаться посмотреть. Так, ну и где вы? Портал где-то рядом должен быть. Слышу ихние стрелы. Так, они кого-то уже ударили. Это херово. Портал почти уничтожен. Почти. Всё, отлично. Теперь едим монеты и бежим срочно обратно. Так, луки, луки, берите луки. Всё, остальные домой. Быстро, 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 быстро. Потому что сейчас на правом фланге пиздец будет. То есть слева сейчас атаковать, по идее, не должны. Ну, потому что я портал уничтожу. А справа будут гады. Так, жую траву. Так, луна. По центру это плохо. Давай быстрее, давай быстрее, давай быстрее. А ну, подожди, что-то заработали? Ничего. Ребят, несерьёзно. Всё норм. О, зашибись. Умеете порадовать. А у вас что есть? Фермеры. О, и вы молодцы. Так, вот сейчас будет проблема, потому что наступил день, а на улице ночь. Сейчас будет, вся пиздота отсюда полезет. Поиграем в догонялки. Так, что-то я стремаюсь далеко идти. Так, пожую травы. Где они? Фу, блядь, это куст. У меня сердце же остановилось. Так, сохранение игры. Значит, что сейчас день. Всё, закончилось? Я могу верить? Да, всё, день. Фу. Слушайте, я не знаю, мне что-то прям везёт вообще. Всё. Так. Но здесь, может быть, портал не один был с левой части. Если я сейчас пошлю корабль, то что будет? А надо подумать. Если порталы не уничтожить и послать корабль, уничтожат ли они портал? Ну, по идее, на корабле будет плюс четыре лучника. Даже не знаю. Да, я думаю, можно. Главное, чтобы он влево поплыл. А то вдруг нежданчик. Только не этим днём. Потому что сейчас уже ночь. Сейчас они достроят, и бегом в замок. Короче, и следующим утром сделаем по-нормальному. Всё. Строители, быстрее! Конченые. Что у нас в арсенале луков? Остались ли ещё луки? Один лук остался. Странно. А, можно легко проверить. Есть ли слева порталы? Да, слева порталы есть. Потому что я могу заказать отряд для его уничтожения. Что, опять красная луна? Да не. А, ну это, видимо, запланированная. Ну, давайте смотреть. На правом фланге должна быть атака. Там ещё и строители, наверное, не успеют дойти. Оу. Беда. Или успеют. Лучник. И два строителя. Вот гниды. Быстрее. Всё, у нас садится, да? В чём проблема? Почему меня не атакуют? Не, как бы рад, что всё на изи проходит. Сейчас объявят, что это будет день. А не вечная луна. Всё. Сохранение. День. Отлично. Правильно же день? Всё, корабль спущен на воду. Что у нас здесь по лукам? Полный боекомплект, так сказать. И теперь мы прикрепим наших рыцарей к кораблю. Что такое? Только два рыцаря? Ё-моё. Так. Я хочу трёх рыцарей. И они пошли в атаку. Вот ёпт. Надо идти с ними. Так. Прокачаем. Ну, чтобы лучники лучше стреляли. Чтобы я не нервничал. Всё, бегом. Ага. Вот где вся пизда братья собралась. Всё, давайте на базу. Так, вот здесь я хочу построить портал. По-моему, для этого нужны строители. Ну, ничего. Скачем дальше. Что у нас здесь? Сундук. У меня, по-моему, полный кошель. Не, ни хера, у меня не полный кошель. Это я дерзкий без кошелька-то идти вперёд. О, отлично. Ещё, товарищи. Сколько вас? Почему у вас один? Почему здесь один? А, понятно. Это у меня глюки. Ясненько. Ясненько. Где мои рыцари святого града? Мне нужен экзорциз заодно. Короче, тактика такая. Чтобы эти гниды из портала не били моих рыцарей, нужно перед ними бросать монетки. Так, холи ты так близко выпьешься. Да генерал, блядь. Так, у меня одна монетка есть. Про запас. Что они как-то быстро уничтожают портал. Всё. Ни хера. Я думаю, должен проверить. Ну да. Подождите. А-а-а. Я извиняюсь, а где? Тут должен быть указатель. Ой, бля. По идее, они меня сейчас напасть не могут. Потому что у меня одна монета, бля. Да хорош пыхтеть! Конь! Мать твою. Подожди, у меня не одна монета. Так, чё я туплю? Так, оставлю здесь одну монету, может появиться парень. Решит прийти. Да не пыхти ты задрал! Всё, хорош. Бегим, бегим. О! ЗБС. Так. Нет, давай пробежимся. Траву пожди. Потому что я хочу ещё... ещё одного бомжа нанять. Ну, эти рыцари, в принципе, мне уже бесполезны. Ой, бля, а корабль мой сейчас не уничтожат? А-а-а... Я не знаю. Возможно. А тут никого нету. Нет, есть один. Давай, 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 конь. Давай, конь, скачи, как ветер. Корабль здесь, всё норм. Всё норм. Вы живы, ребят? Слушайте, я прям вообще ни одной эпик битвы не увидел. За всю игру. Ну, ладно. Всё. Всё. Всех рыцарей туда. Защищайте корабль. Ну, у меня, думаю, ещё минимум дня два есть, пока он дойдёт. Ну и, в принципе, на этом уровень выигран, наверное. Что можно ещё для веселья сделать? Ну, в принципе, нам нужно осталось только наполнить кошель. Казана полная. Луки заказаны. Так. Вот, вот, день. Вы чё, охерели? Что за нахер? Они пожрали моих крестьян. Ядрит. Охуйлоки. А как... Как охотник справа выжил? Чё за бред? Они из-под земли вылезли, что ли? Как-то возможно. Чувак, где же монету? Кого они ещё поели? Ух ты, ёжик. Ух ты, ёжик. Так куда ты? За луком? Ой, дебил. Ой, дебил. Беги, бля. Беги. Фу. Так. Признаюсь, они меня испугали. Почему они умирают? Иди уже домой. Лук забрали же, да? И вот два чела. Ого. Сериально ребята просто попутали. Они днём решили пойти. Охренеть. Ну и, конечно, луков-то нету больше. Ну, они мне, в принципе, и не нужны. С левой части порталов больше нет, так что всё норм, мне только бабки нужны сейчас. Я даже не буду луки новые покупать. А если я сейчас нажму, что произойдёт, они в атаку пойдут, либо... Блин. Я думал, может, они пойдут корабль защищать на левый фланг. Ну ладно. Ну тут уже без разницы. Они, в любом случае, портал не уничтожат. Так, ну давай тогда, что мы сделаем. Я уверен, что корабль ещё не дошёл, поэтому мы переждём этот день, эту ночь, соберём золотишко и побежим к причалу. Надеюсь, что это времени хватит, чтобы ребята доплыли. Потому что серия уже затянулась. В её процессе произошёл даже небольшой сбой. Так. Жаль, здесь нет режима перемотки. Это было бы весьма кстати. Так, а мне нужен... Да, давай я у этого чувачка деньги сразу заберу. Потому что я утром убегу. Ждём возвращения охотников. Чё у меня? Все охотники здесь? Нет, не все. Давай, луна! На самом центре. Ты всё плетёшься. Ладно, больше ждать не буду. Бегим на левый фланг. Фермеры, есть чё? Ничего. И у вас ничего? Ёжик. Ну ладно, побежали. За кораблём. Будем надеяться, что... Они доплыли. 22-е сутки. Поедим травы. И бежим. Ну, не хочу тратить на них деньги. Мы уже победили. Цель каждой миссии – это съебаться с острова. И поплыть на следующий. Всё. Блин! Дай вы гоните! Ебать! Вам ещё скакать и скакать, ребят. Сука, ещё двое суток, наверное. Это издевательство. Это издевательство. Ладно, ребят. Тогда давайте на этом, наверное, серию закончим. Потому что оно, как бы, то же самое, что и в прошлом. За это время ничего не произойдёт. Это я вам гарантирую. Нападений, даже если будут, я их с лёгкостью отражу. Потому что лучников у меня полным-полно. Как бы, ну... Поэтому на этом, пожалуй, всё. Я всех благодарю за внимание. С вами был Тимбас. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал. Ну и всем удачи. До новых серий. Всем пока!